МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 14 марта 1837 года. Лахор, Северная Индия. Один из самых известных йогов Индии по имени Харидас на спор с Махараджей позволяет похоронить себя в земле. Сначала Харидас садится в расслабленной позе, опускает голову на грудь, направляет мысленный взгляд на переносицу и монотонно, повторяя несколько коротких слов, погружается в медитацию. Харидас вскоре сам останавливает свое сердце в присутствии английских врачей Мюррея и МакГрегора, которые констатируют смерть. По уговору срок пребывания в таком состоянии больше месяца, 40 дней. Ученики йога залепляют ему воском глаза, нос, уши и рот, помещают тело в полотняный мешок и укладывают в гроб, на котором также ставят восковые печати. Затем гроб закапывают в землю. Для чистоты эксперимента захороненное тело Харидаса все эти 40 дней охраняет конвой солдат. Над местом захоронения сеют ячмень. На рассвете 23 апреля 1837 года, когда 40 дней уже прошли, жители Лахора и окрестных селений огромной толпой приходят посмотреть на пробуждение Харидаса после почти шестинедельного захоронения. Его вынимают из гроба, тщательно осматривают. Весь мешок покрыт плесенью. Руки Харидаса закоченели, а голова лежит на плече. Врач берет руку, но пульс не прощупывается. Даже язык посиневший. Холодное тело йога принимаются растирать его ученики. Всего лишь через полчаса после эксгумации Харидас начинает дышать. Затем открывает глаза, и узнав сидящего перед ним Махара Джулахора Рамжит Синха, который не верил в возможность подобного, произносит первые слова. «Ну, теперь ты веришь мне?» Примерно через час после извлечения из ящика Харидас полностью приходит в себя. Это был самый первый, но далеко не последний случай, зафиксированный и освидетельствованный современной наукой. Если бы он не был подтвержден врачами, то весь этот эксперимент посчитали бы сказкой. Неужели кому-то давно известна великая тайна жизни и смерти? И о ней могут распоряжаться ими по своему усмотрению. В 20 веке было проведено большое количество экспериментов, реально доказавших, что йоги действительно могут делать подобные вещи. Но как такое возможно? Основываясь на многочисленных фактах, современная наука констатирует, что без кислорода смерть мозга наступает уже через 4 минуты. Бывают редкие исключения, связанные с сильным переохлаждением или со специальными тренировками организма. Но они позволяют не дышать не более 16 минут. После этого все равно начинаются необратимые процессы. А вот йоги умудряются проводить в бездыханном состоянии часы, дни и даже недели. Они называют его самадхи. И достигается оно многолетней и упорной практикой. Для остановки жизнедеятельности они применяют особую технику, именуемую хичари-мудра. Так в газете «Хиндустан Таймс» от 28 октября 1958 года был опубликован репортаж с места захоронения 52-летнего йога Бабашри Рамдажи Джирнари. Йог после 10-ти дневного поста, во время которого он пил только воду, был помещен в склеп, где находился в состоянии мнимой смерти в течение 24-х часов. Как это все им удается? Первые физиологические исследования феномена захоронения йогов были осуществлены в 1959 году на кафедре физиологии Всеиндийского института медицинских наук. В городе Удайпуре йог-свами Сатьямурти продемонстрировал 8-суточное погружение в самадхи в камере замкнутого объема под наблюдением физиологов. К концу второго часа в результате применяемого йогом резкого замедления дыхания его пульс подскочил до 250 ударов в минуту, как во время быстрого бега. Затем пульс совсем перестал регистрироваться на кардиограмме, но йог не умер. Он оставался в таком состоянии целую неделю. И все это время сердце не работало. На восьмые сутки перед окончанием эксперимента у него вновь появился пульс, который достиг 142 ударов в минуту. Температура внутренних органов йога за этот период снизилась с 37,2 до 34,8 градусов Цельсия. Но через два часа после окончания эксперимента стало нормальней. В апреле 1981 года на пляже в Бомбее на глазах у многочисленных свидетелей 106-летнего йога замуровали в яме двухметровой глубины. Без доступа воздуха, пищи и воды он провел в ней целую неделю. А когда был откопан, врачи оживили бездыханное тело и признали йога совершенно здоровым. Старец лишь потерял 2 килограмма веса и похолодел на 11 градусов, дойдя до температуры окружающей среды. Йог сказал, такое отключение организма в целях самоочищения он проводил уже более 280 раз. А когда он был вдвое моложе, то отключался, как харидас, на целых полтора месяца. Может ли наука хоть как-то объяснить такие невероятные феномены? В этом вопросе позиции ученых разделились. Одни продолжают повторять то, что говорилось еще в прошлом веке. Они относят эти явления к гипнобиозу, состоянию пониженной жизнедеятельности организма, которая приводит к замедлению обмена веществ, ударов сердца, дыхания и так далее. То есть, попросту говоря, феномен йогов считается разновидностью литургии. Но такое объяснение не всех устраивает. Оно подразумевает, что мозг должен хоть как-то продолжать работать, чтобы человек мог потом снова прийти в сознание. Это аргумент материалистов типичный. Поломался мозг, и где человек там? Или как ударить молотком по голове, где будет тогда твое сознание? Но это аргумент столь же глуп, как аргумент, что если я разобью телевизор, где картинка, мы знаем, что программы, трансляция программ не остановилась. И можно подключить к этим же каналам другой телевизор, и все будет продолжаться по-старому. На самом деле у йогов жизнедеятельность организма не замедляется, как при литургии или гипобиозе, а вообще полностью прекращается. При записи электрокардиограмм было неоднократно установлено, что в таком состоянии пульс у них совершенно не регистрируется. Причем полная остановка сердца и кровообращения иногда длится больше недели. То есть, по нашим представлениям, это означает настоящую, а вовсе не мнимую смерть. И то, что йоги могут потом по своему желанию возвращаться к жизни, до сих пор не имеет никакого научного объяснения. Это признают многие ученые. Многочисленные опыты захоронения йогов, например, йог-свами-рама на длительное время помещался под воду без воздуха в некий куб, где была откачана атмосфера. И потом он возвращался к жизни, хотя сознание обычного человека, вернее, тело обычного человека должно было бы после этого разложиться. Но оказывается, тело поддерживается неким скрытым принципом жизни, которое умелые мастера саморегуляции йоги оставляют внутри себя. А во-вторых, оно существует в неком ином измерении, скорее всего, это полевое измерение. Этот феномен легко объяснить в рамках религиозного мировоззрения. В священных преданиях и книгах описаны многочисленные случаи воскрешения умерших. Чаще всего речь идет о полном отрицании смерти, так как для верующего человека это только переход из одного мира в другой, допускающий и возвращение обратно. Но как быть тем, кто придерживается материалистических взглядов? Если признать научно зафиксированным фактом то, что некоторые йоги могут по собственному желанию совершать путешествие в царство смерти, имея при себе обратный билет, то получится, что у материалистов нет не только теории, но даже языка, чтобы описать эту практику. И что происходит с сознанием? Может ли оно после таких путешествий считаться продуктом деятельности нашего мозга, как написано в школьных учебниках? Что такое телевизионная программа или картинка, которая показывается на телевизоре? С нашей точки зрения, поскольку мы знаем, как все это устроено и как работает телевизор, было бы абсурдом считать, что картинка, которую мы видим на телевизоре, является продуктом деятельности электроники телевизора. Если спросить у самих йогов, как это у них получается, то они ответят, что их сознание просто покидает тело. И вообще, жизнь – это именно сознание. Без него живой материи быть не может. Мозг является приемником, который настраивается на ту или иную волну и воспринимает ту или иную картину, тот или иной поток и фильм, который мы называем «Моя жизнь». И с точки зрения современной психологии, например, открытия Грофа, сейчас уже понятно, что большинство людей живет свою жизнь настроенными на какой-то канал. На канал меланхолии, на канал ночной, на канал мультфильмов, на канал юмора, на канал рыбалки, на канал бизнеса, на канал политики и так далее. Но для большинства людей, оказывается, громадным сюрпризом узнать, что эти каналы можно переключать. Противостояние глубоко религиозного мировоззрения Востока и материалистической западной науки началось еще в 19 веке, когда англичане колонизировали Индию. Тогда оказалось, что цивилизованные колонизаторы не в состоянии понять многие вполне обычные для аборигенов вещи и считают мистическим суеверием то, что для рядового индуса обыденная реальность. Через сто лет ситуация изменилась. Уже невозможно было отрицать то, что неоднократно фиксировали медицинские приборы. Замедление пульса, полную остановку сердца, немыслимые для живого организма, а также показатели состава крови. Этому не нашлось никакого научного объяснения, даже ни одной убедительной гипотезы не удалось выдвинуть. Пришлось бы тогда признать возможность существования сознания независимо от физического тела и мозга. Но это в конце концов произошло. И о душе, как о некой субстанции, не связанной с рождением и смертью, заговорили не только околонаучные фрики, а вполне респектабельные представители академического сообщества. Традиционная наука полагает, что человеческое сознание связано с белковой формой жизни. И как только эта белковая форма жизни, мозг, отключается, то человек должен вроде бы умереть. Но существует огромное количество свидетельств, зафиксированных разными традициями, в том числе и некими реальными жизненными экспериментами, которые показывают, что существование человеческого сознания возможно без тела. Но всегда же была душа. И она проявлялась прежде всего в искусстве, в религии, в духовной жизни, в человеческих отношениях, в нашем творчестве, в озарении. Где источник всего этого, всего, что создано? Наша душа. Всё есть воплощение наших мечтаний, нашего творчества. Поэтому, конечно, невозможно свести весь мир только к материальному миру. Как это ни поразительно, эксперимент Харидаса в 19 веке и его повторения в веке 20-м со всей очевидностью показали, что ни память, ни сознание при полной безжизненности тела не теряются и вообще могут существовать без него. И потом оно не распадается, а возвращается с сохранением памяти о предшествующих годах с сохранением биографического опыта. То есть это одно из ярких свидетельств того, что сознание может существовать не только в физической, белковой, но и в тонкой полевой форме. Но наука пока ещё этого не может объяснить. И только к этому подходит. Вот у нас с вами определённое тело физическое от папы с мамой зародившееся. А там предполагается, что бывает ещё и тонкое тело и разные типы тел. Например, тело, созданное вниманием. Его можно, опять же, вот не знаю, то ли обнаружить, то ли вырастить. И в теле, созданном вниманием, йог оставляет это тело на попечении вегетативных функций и занимается какими-то своими делами. Пример. Например, тибетские монахи, умея такое делать, раскладывают два экземпляра книги, не сброшурованные, на большом листе, потому что тело ночью выходит, и они читают книги. Но им нечем переворачивать страницы. Поэтому они раскладывают по обе страницы. Вот так. Но это тело. По переживанию их это тело. Учёные пока не могут прийти к общему мнению относительно феноменальных способностей йогов. Споры идут даже о происхождении и смысле самого слова йога. По одной из трактовок оно произошло от санскритского корня йодж. Это тот самый корень, который по-русски сохранился в слове иго. А иго – это ярмо. И первое значение этого корня – запрягать. А запрягать – это соединять для того, чтобы был толк. Ну, немножко абстрагируемся о конкретном запряжении. Ну, и здесь такие смыслы. Это сопряжение, соединение. С одной стороны, разнообразных наших способностей, которые, в общем, нередко бредут в рось. А во-вторых, соединение нашего укрепившегося или там воссозданного, или улучшенного единства с чем-то нашим превосходящим. Если признаётся Бог, он не всегда признаётся, то тогда с Богом. Если Бог не признаётся, то, ну, там есть другие термины для этого. Вот именно это. Ну, вот, то есть, йога – это некое обретение целостности себя или обретение прочной связи и единства с целостностью. Вот с этой стороны так можно сказать. А если говорить по существу, что такое йога – это комплекс методов по формальному управлению собой. Что значит формальному? Неважно, с какими целями и неважно, какие аспекты. Вот просто абсолютное управление собой. Вот это йога. В 20 веке множество йогов гастролировало по Европе и демонстрировало мастерство владения телом. В 1959 году в Гамбурге йог Свами Деф Муртиджи сначала держит на весу привязанного к его волосам кинооператора, который его снимает. Затем йог разбивает стеклянные бутылки и, рассыпав на полу осколки, ложится на них голой спиной. На него взбирается целая группа людей и добавляется еще 200 килограммов груза. При этом стоящие сверху ритмично раскачивают ногами доску, на которой они находятся. После этого йог поднимается и видно, что на спине у него нет ни одного пореза и ни единой струйки крови. Так вот, вот эта способность отключать боль, это связано с управлением болевыми центрами. То есть такой йог просто временно отключает те центры в теле и в сознании, которые отвечают за боль. То есть он присутствует везде и по желанию может либо включить это, либо отключить. И человек демонстрирует чудеса. Почему-то думают, что лежать на гвоздях и не протыкаться, это удивительно, а, например, не сердиться, когда тебя оскорбляют, это менее удивительно. Я считаю, что наоборот. Какими бы уникальными ни казались подобные опыты, наиболее авторитетные йоги Индии считают их исполнителей простыми факирами, работающими на публику. Ведь для истинных йогов главное то, что происходит не с телом, а с духовной природой человека. Но для нашей медицины и физиологии ситуация обратная, потому что именно телесные проявления легче всего зарегистрировать. При этом факиры вовсе не ограничиваются лежанием на битом стекле или приемом внутрь без вреда для своего здоровья концентрированной кислоты и всевозможных ядов. 31 мая 1947 года, Швейцария. Бывший художник из Нидерландов, ставший йогом и взявший псевдоним Мирин Дажо, демонстрирует свои способности в Цурикском кантональном госпитале в присутствии множества врачей и журналистов. Острые спицы, шпаги и рапиры проходят сквозь легкие и селезенку, и даже сердце. А иногда через несколько органов одновременно. Но когда оружие извлекают, то как это ни поразительно, оказывается, что крови на нем нет. Причем в некоторых случаях специально используют заржавевшие лезвия или посыпают их ядом. Но Мирину это не причиняет никаких неудобств. По ходу эксперимента делаются рентгеновские снимки. На них ясно видны пронзенные шпагой внутренние органы. После изъятия шпаги на теле остаются лишь маленькие пятнышки. Подобные исследования позже проводятся в Базиле и Берне. И с тем же удивительным результатом. Но как такое возможно? Вся история полна войн. И вряд ли кто-то в состоянии подсчитать, сколько миллионов человек было убито холодным оружием. Но оказывается, что даже пронзенный насквозь человек может спокойно прогуливаться. Как это можно объяснить? Сам Дажо говорит, что это не металл проходит сквозь него, а наоборот. Он сам проходит сквозь металл. Якобы он дематериализует тот участок тела, через который проходит оружие. Его помощник Ян Дирк Дегроот утверждает, что один раз Дажо стал полностью невидимым и материализовался только когда нарушилась его внутренняя равновесие. Это связано с глубочайшей релаксацией. То есть тело на очень глубоком уровне расслабляется. И нейроны посылают человеку в мозг сигнал об этой релаксации. Это ощущение перекрывает болевой сигнал. И таким образом человек может носить на себе вериги, испытывать свое тело разными способами, колоть себя иголками, и особой боли в него это не вызовет. Во время Великой Отечественной войны пулеметчик и радист Григорий Иванович Ольховский при обороне Ленинграда получил сквозное пулевое ранение сердца, но остался жить вопреки ожиданиям врачей. Пуля попала прямо в сердце Ольховского и вышла ниже лопатки. После лечения в больнице ему дали отпуск на год, а потом Ольховский вернулся в строй, прошел всю войну до победного конца, воевал под Сталинградом, на Кавказе и Украине, получал награды. У него было еще четыре ранения и контузия во время бомбежки. Но он выжил и дожил до глубокой старости. Спустя четверть века после войны он вместе с однополчанами был приглашен в Государственный музей истории Ленинграда. Григорий Иванович сразу на входе на первом же стенде увидел солдатские книжки, партийные и комсомольские билеты погибших при защите города на Неве. Когда ветеран присмотрелся, то сначала не поверил собственным глазам. Под стеклом лежал его комсомольский билет с пулевым отверстием посередине и страницами залитыми кровью. Он вытер слезу, подошел к экскурсоводу и тихо произнес «А я ведь живой». Тогда же, в 1970 году, Григорий Ольховский узнал, что является Героем Советского Союза, награжденным посмертно. Эта потрясающая и трогательная история, после того, как была опубликована в советской прессе, стала широко известна не только в нашей стране, но и за рубежом. И везде она воспринималась как чудо, которому нет объяснения. Эксперты сочли, что таким образом проявилась феноменально сильная воля Ольховского. Но неужели просто развивая свою волю, можно прийти к таким результатам? Одна из очень мощных форм самореализации, обретения духовного совершенства является йога. В Индии существует четыре основных вида йоги, которые говорят о четырех путях обретения совершенства. Первый путь это карма-йога, это путь, основанный на бескорыстном действии, на честной такой работе, в процессе который йогин отрешается от плодов своего труда и приучается проявлять активность во имя бескорыстного служения человечеству, полностью отдаваясь процессу работы. Про карма-йогу в Бхагавадгите говорится. Йога это искусство в действиях. Бескорыстное служение человечеству в ней называется умением не привязываться к результатам своей деятельности, то есть работать без эгоистических побуждений. Взирай лишь на дело, а не на плоды его. Да не будет побуждением твоим плоды деятельности, но и бездействию не предавайся. Знай, что то, которым проникнуто все сущее, неразрушимо. Никто не может привести к уничтожению то нерушимое. Приходящие лишь тела этого вечного, который неразрушим и неизмерим. Подобно тому, как человек, сбросив ветхую одежду, надевает новую, так бросает он изношенные тела и облекается в новые. Оружие не рассекает его, огонь не палит его, вода его не мочит, ветер не сушит его, ибо нельзя не рассечь, не спалить, не пропитать влагой, не высушить его, постоянный, всепроникающий, устойчивый, незыблемый, извечный он. Чем он совершеннее работает, тем он становится больше мастером, мысленно посвящая все свои действия творцу, богу, высшему началу, так, как он его понимает. И на этом пути он обретает определенную степень внешнего мастерства и внутренней свободы от решенности, от плодов, от алчности, от привязанности к земному. Все это в той или иной форме присутствует и во всех мировых религиях. В карма-йоге и особенно в бхакти-йоге многое напоминает об идеале святости, который есть и в христианстве. Второй вид йоги – это бхакти-йога, это йога любви, это йога, предполагающая открытие своего эмоционального сердца и мысленное его обращение к Творцу с переживанием эмоций, эмоций единства, эмоций радости, эмоций любви. Йогин такой вот отдает свое сердце Всевышнему, молится ему, посвящает все ему свое внимание, все свои чувства, всю любовь и считается, что на этом пути он достаточно быстро обретает совершенство. Третий вид йоги – это жнана-йога, это йога-познание. На этом пути человек занимает позицию такого наблюдателя по отношению и к внешней жизни, и к самому себе. И он учится отделять свое «я», которое считается божественным, от «не-я». О том, что тело человека не есть его подлинное «я», говорил с вами Вивикананда. Он был учеником знаменитого индийского подвижника Рама Кришны и стал первым индусом, который начал читать в Америке лекции по йоге. Он объяснял древние методики и доносил до слушателей смысл йоговских практик. В начале девятнадцатого столетия западные завоеватели с обнаженной саблей в руке пришли доказать детям мудрецов, что они дикари, племя мечтателей, что религия их простое суеверие, что Бог, душа и все за достижение чего они боролись просто слова, лишенные всякого смысла, что тысячи лет этой борьбы, тысячи лет бесконечного самоотречения ни к чему не привели. Когда человек познает, что жизнь вечна, он сидит погруженный в созерцание на берегу реки, всегда готовый отдать свое тело как ничтожный пустяк, так как вы готовы отдать ненужную вам соломинку. В этом заключается их мужество, их героизм, в этой готовности встретить всегда смерть как брата, потому что они убеждены, что смерти для них нет. В этом лежит та их сила, которая сделала их непобедимыми в течение столетий угнетения, иноплеменных вторжений, иноплеменной тирании. Народ этот, несмотря на все, жив и поныне, и среди него, даже в одни величайших бедствий, никогда не переставали подниматься гиганты духа. В разных школах йоги и философии с ней связаны утверждается, что по смерти тела сознание не пропадает, а обретает себе новую опору. В типичном случае это то, что называется новым рождением, например, опять человеком или в какой-то иной форме, а может быть и что-то другое. В конечном результате успешной практики йоги, которая называется освобождением или пробуждением в зависимости от школы, человек освобождается от этого тела, не рождается снова, но главное, что он освобождается от всякого бренного тела. 1895 год, Южная Индия, штат Тамилнат. 16-летний юноша Венкатараман Айяр внезапно чувствует, что он умирает. Без всяких видимых причин тело перестает его слушаться и коченеет. Венкатараман сначала пытается как-то бороться с этим странным недугом, но вскоре понимает, что ничего сделать не может. Он словно бы со стороны наблюдает за своим ставшим неподвижным телом и теряет всякое ощущение времени. Но затем с ним снова что-то происходит. Он видит свет и, словно озаренный им, приходит к пониманию, что с ним самим ничего не случилось. Умерло лишь тело, а его сознание все так же продолжает жить и существовать. Юноша погружается в поток неведомой ему прежде экстатической радости и счастья. Потеряв счет земному времени и пораженный открывшейся истинной, он даже перестает желать возвращения к жизни. Некое солнце, которое осветило эту панораму жизни, духовное солнце, вот это есть высшее я, в процессе познания человек, свет вот этого божественного присутствия постепенно распространяет на всю свою жизнь, и он просветляется таким петем. Венкатараману в тот день не суждено было умереть. Когда он смог снова управлять своим телом и встал, то понял, что земное существование приобрело для него совершенно новый смысл. Он покинул свой дом и отправился к священной для индейцев в горе Аруначале, где стал предаваться медитациям, надеясь испытать снова то состояние блаженства, которое ощутил при потере своего тела. Он почти ни с кем не общался, упорно тренировался весь день с утра до ночи, но окружающие люди стали замечать, что вокруг этого юноши ощущалась какая-то необычная атмосфера. Юноши дали титул короля тишины. Постепенно молва росла, и уже множество людей со всех концов страны стремилось оказаться рядом с ним. Он лишь кратко отвечал на вопросы и предлагал самим медитировать. При этом присутствующие испытывали какие-то поразительные вещи, которые не всегда даже могли выразить словами. Какую-то необычайную умиротворенность чувств, что-то очень вдохновляющее, величественное и неизъяснимо прекрасное. Естественно, что глубоко религиозные индусы, впрочем, как и иностранцы, которые там бывали, считали, что в такой атмосфере особенно хорошо молиться и чувствовать признаки божественной благости. В 1907 году, когда Венката Роману исполнилось 28 лет, ему дали новое имя, с которым он впоследствии стал известен уже всему миру. Его назвали Шри Романа Махарши, что означает благословенный Романа, великий мудрец. В нашей стране это имя стало известно благодаря Олегу Могилеверу. Олега Марковича я знаю много лет. Это замечательнейший человек, светлый старик. Он перевел все книги связанные с Романой Махарши на русский язык. Он по заслугам является доверенным лицом для русскоязычной части планеты. Я думаю, что он достиг очень многого. У него тяжкий и редкий недуг, он практически не может сам передвигаться. Он просто светится духовным счастьем. Я его редко вижу, но он на меня всегда производит сильнейшее впечатление. Когда у Махарша просили наставлений, он отвечал «Познайте сначала, кто вы». Это не требует чтения священных писаний или изучения наук. Это просто переживание. Состояние бытия постоянно присутствует здесь и теперь. Окончательная истина так проста. Она не что иное, как пребывание в своем первоначальном чистом состоянии. Это все, что требуется делать. Скорее всего, он, по крайней мере, начинал с известной методой, которую Рамана Махарши преимущественно предлагал начинающим. Это живя, регулярно задавать себе серьезный вопрос «А я кто?» так, чтобы это не было упражнением в трех русских словах, а чтобы это был умственный акт. И вот тогда начинает прошибать. Вначале человек спрашивает себя «Я есть тело?» Нет, я не есть тело. Тогда это эмоции? Я есть эмоции? Нет, я не есть эмоции. Но, может быть, тогда «Я» это ум, производящий мысли? Нет, я не ум, производящий мысли, хотя современный человек чаще всего именно отрождествляется с мыслящим умом. Но если человек не тело, не эмоции, не ум, то кто он? И вот на вопрос «Кто я?» «Что я?» и на углубление в это чувство чистого «Я» жна на йоге тратят иногда всю свою жизнь. Они познают, что «Я» не есть внешняя реальность, а что это есть особая, свободная такая реальность. Он познает поле своей дхармы. Говорят, на Востоке есть поле, поле жизни, есть познавший поле. 1930 год, Пандешери. Мощный циклон, идущий с моря, несет ливни и ураган. Рядом с набережной стоит здание школы, известного на весь мир йога Аурабинда Гхоша. От сильного ветра гаснут светильники. Ученики в спешке закрывают окна. Мира Альфаса, главная помощница мастера, приехавшая из Франции, заходит в его комнату, чтобы закрыть окна и с удивлением видит, что Аурабинда сидит за столом и как ни в чем не бывало работает. И хотя на улице ураганный ветер ломает деревья, но здесь даже пламя свечи, стоящей у раскрытого окна, не колышется. Вы помните ночь огромного циклона, сопровождавшегося ужасным грохотом и проливным дождем. Я подумала, что нужно пойти в комнату Шри Аурабинда, чтобы помочь ему закрыть окна. Я открыла его дверь и увидела, что он спокойно сидит за своим столом и пишет. Комната была наполнена таким плотным покоем, что никто не мог бы даже подумать, что на улице бушует ураган. Все окна были широко раскрыты, но ни одна капля дождя не попадала внутрь. Аурабинда Кхош создал свою школу йоги, которую назвал интегральной. Он считал, что человеческое самосознание может развиваться и овладевать более высокими уровнями бытия. Он говорил, я становлюсь тем, что я прозреваю в себе. Я могу сделать все, что внушает мне мысль. Могу стать всем, что мысль открывает во мне. Это должно стать непоколебимой верой человека в себя, ибо Бог пребывает в нем. Нет необходимости жить всю жизнь настроенным на один канал. Почему это возможно? Потому что наше тело, наш мозг, наше воплощение можно регулировать, можно расширять восприятие, можно менять восприятие феномен, связанный с измененными необычными состояниями сознания, можно менять жизнь, можно быть режиссером своей собственной судьбы и так далее. И исследования Грофа показали, что внутренняя вселенная бесконечна. То есть они подтвердили открытие, которое было сделано основателем мировой религии в осевое время, полторы тысячи лет назад, до Рождества Христова. Для йогов в основе всего сущего, включая человека, а также планеты, звезды и галактики, лежит то, что в Индии называют Атман, Пуруша или Парабрахман. Это бессмертный дух, единый для всех живых существ и всего мироздания. Йоги считают, что все возникло из него и благодаря ему, и оно проявляется во всем. Это первый и главный принцип всей вселенной. Он совершенен и не может быть уничтожен или изменен. Атман, это я сам. Просто на санскрите я сам. Каждый обычный человек что-то думает про себя. Я сам вот такой. Все, кроме тех, кто достиг большого, возможно, окончательного успеха на пути индуистской йоги, думают про себя неправильно. они вместо себя самого подсовывают что-нибудь другое. Например, гражданство, пол, статус, кошелек, личность и так далее. Все это не я сам. Я сам должен быть открыт. Для этого человек умом, человек отождествляет себя в общем обычно с умом. Нужно ставиться задача заняться своим умом так, чтобы ум открылся я сам. На это есть, во-первых, рассуждение, во-вторых, подчеркиваю, это есть переживание. Оно даже имеет физический коррелят. Когда человек переживает я сам, это я сам, так это можно назвать, если я смотрю на этого человека со стороны, то это особое ощущение метафизическое, особое переживание. А потом к этому переживанию предлагают с помощью разнообразных методов подсоединять всю ткань нашей жизни. И когда это полностью разобьется, ну вот, тогда это будут колоссальные результаты йоги, достижения, освобождения. И, наконец, четвертый вид йоги, это королевская йога, так называемая раджа-йога или царская йога. Она предполагает путь овладения своими скрытыми силами. Здесь эта йога предполагает подъем энергии кундалини, которая находится в копчике, символически представлена в виде змеи, свернутой в три с половиной оборота. Надо признать, что занятие раджа-йога это небезопасное занятие, требующее наставника, потому что самостоятельно человек может либо ошибиться, либо потерять психологическое равновесие, и, возможно, даже и психические расстройства. Такие вещи у отдельных людей бывают. И поэтому сейчас существуют более безопасные, более органичные, современные виды йоги, например, такая разновидность йоги, как агни-йога, которая предполагает путь к высшему совершенству через раскрытие эмоционального центра, через принцип любви, и в то же время соностройку с космическими процессами, с космической реальностью, которая сейчас стремительно меняется. Мы видим это на внешнем мире, огромные перемены, а за этим стоят невидимые космические перемены, повышение вибраций планеты, и агни-йога помогает настроиться на этот процесс. Поэтому это более безопасные и более быстрые современные синтетические пути. Они позволяют человеку приблизиться к совершенству естественным способом. Любые новые возможности всегда таят в себе и новые опасности. Сегодня йога распространилась по всему миру в качестве модного увлечения. Наставники, многие из которых далеки от совершенства, обучают своих адептов технике релаксации, умению управлять своим телом и контролировать свое мышление и эмоции. Но, конечно, это не та йога-самопознание, которую создали великие индийские учителя. Еще в 19 веке уникальные эксперименты йогов прозвучали как вызов европейской науке. Но никакого внятного ответа нет до сих пор. А значит, по-прежнему актуальны замечательные строки Франсуа Виона. Я знаю, как на мед садятся мухи. Я знаю смерть, что рыщет все губя. Я знаю книги, истины и слухи. Я знаю все, но только не себя. отец. Редактор субтитров